Сын болен эпилепсией. Правда ли, что это духовное заболевание и воздействие злых духов? Как помочь сыну? Мы с вами знаем, что причина болезни бывает как бы двух родов. Это бывает физический недуг, который человек приобретает во время своей земной жизни. Это бывает и духовное заболевание, следствие духовного заболевания, которое отражается на нашем физическом заболевании. Мы с вами помним, что мы трёхсоставны, мы духовные, душевные и телесные. И одно всегда зависит от другого. Если, как говорит апостол Павел, плоть страдает, то есть болеет, то человек перестаёт грешить. Грех зарождается у нас, или чувство зарождается у нас именно в средней части, в душевной части. И вот будет ли это грех или нет, это будет зависеть от того, куда мы это направим. Что касается эпилепсии, эпилепсия тоже, как и любое другое заболевание, оно бывает как бы двух видов. Это и духовная болезнь, и, естественно, физическая болезнь. Очень часто мы относимся к духовным заболеваниям, или даже желаем, чтобы это было духовное заболевание по своему неразумию, потому что тогда, в общем-то, можно было бы легко вылечиться. Пришёл, покаялся, попросил кого-нибудь помолиться или отвёз на отчитку кого-то, и вот Христос должен уже этого человека исцелить. Духовные заболевания так не лечатся. Они лечатся именно постом и молитвой. Пост и молитва – это долгий процесс в жизни человека. Человек должен сначала усвоить духовные основы или его близкие, которые о нём заботятся. Но начинать надо всегда с простейшего. Начинать надо то, что это физическое заболевание. Таких примеров очень много. Что человек у нас на приходе, совершенно юный наш прихожанин, семилетнего возраста, у него стали проявляться эпилептические припадки. Редко сначала, потом всё чаще, чаще. И родители сначала обратились именно в храм, но мудрый священник их сначала отправил к врачу. И придя к врачу, в общем-то, они решили этот вопрос, ну, по крайней мере, уже около трёх лет никаких припадков у этого мальчика не было. А решили очень всё просто. Сдали анализы. Оказалось, что каких-то микроэлементов у него не хватает в растущем организме. И это явилось, в общем-то, причиной вот этих эпилептических припадков. Поэтому вот здесь, если мы видим, что с кем-то случился эпилептический припадок, ни в коем случае нельзя говорить, что это духовное заболевание, что он или его родители грешны и так далее, клеймить и тому подобное. Обстоятельства могут быть совершенно разные. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok